спасать от чего? Если верна эволюция, объясните мне, что такое грех? Что правильно или что неправильно? Что неправильно? Все правильно? Один профессор сказал, нет ничего абсолютного. Я спросил его, вы абсолютно уверены? Если верно творение, то человек принес смерть в мир. И смерть это ужасная вещь. Смерть это проклятие. Но если верна эволюция, то смерть принесла человека в мир. И смерть это чудесная вещь. Это как мы продвигаемся вперед. Один вид развивается, другие умирают, низшие умирают. Лучшие преуспевают, низшие умирают. На этом основана эволюция. На этом основана гитлеровская Германия. Лучшая раса выживает, все остальные должны быть уничтожены. Та же философия. Если верно творение, есть жизнь после смерти. Если верна эволюция, нет жизни после смерти. Если верно творение, вы можете знать будущее. Вы можете знать, куда вы попадете, но не с эволюцией. А вы знаете ваше будущее? Куда вы идете? Вы идете на небо? Вы скажете, брат Ховен, если Земле только 6000 лет, когда жили динозавры? Мы поговорим об этом попозже. Жили они до 900 лет? Да, они жили. Ну а давайте предположим, что люди нового мирового порядка достигнут своей цели. Предположим, что они сократят мировое население до полмиллиарда в следующие 6 месяцев. Предположим, что мы погибнем. Где вы будете? Вы будете мертвыми долгое время. Когда-то и я умру. Я постараюсь, чтобы это было моим последним делом, но это случится. Это случится с вами тоже. Куда вы попадете? Если вы не уверены, что вы спасены, вам нужно отдать свое сердце Иисусу. Если вы спасены, вы должны делать что-то для Господа. Займитесь и приведите кого-то ко Христу. Спасибо за просмотр этой видеокассеты. Если у вас появились какие-то вопросы, позвоните или напишите. Мы будем рады помочь. Мы хотим поддержать вашу веру в Библию. На этой кассете мы говорили о возрасте Земли. Интересно узнавать о сотворении и эволюции. Но намного важнее это знать, что вы попадете на небо. Если вы не приняли Иисуса или не уверены, что вы попадете на небо, я хочу рассказать, что говорит Библия о том, как попасть на небо. Вы не обязаны делать, что говорит Бог, но вы должны знать, что нужно делать. Когда я учился в школе, я ходил во многие церкви. Но я не был уверен, что я иду на небо. Я не был спасен. И когда однажды мой друг спросил меня, Кент, ты попадешь на небо? Я сказал, я не знаю. Он сказал, хочешь, я возьму Библию и покажу, как можно узнать. Я сказал, да, я хочу узнать. Он показал мне три стиха, и впервые в жизни я понял, чего хочет Бог. В римлянам 3.23 написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все грешники. Мой друг сказал, Кент, ты грешник, ты делал плохое. И Библия говорит, что все грешники, одних уже других в человеческих глазах, но перед Богом один грех делает вас грешником. Если вы нарушили хоть один из законов, то вы являетесь грешником. В римлянам 6.23 написано, ибо возмездие за грех смерть. Возмездие это то, что мы заслуживаем. И за грех вы заслуживаете смертельное наказание. Вы заслуживаете умереть и пойти в ад. Но Бог не хочет, чтобы вы пошли в ад. Чтобы быть справедливым, Бог должен всех, кто согрешил, послать в ад. Но Бог придумал выход. Иисус Христос умер на кресте, чтобы заплатить за ваши грехи. И теперь вы можете принять, что Он уже сделал для вас. Поэтому его смерть платит за ваш грех. Мой друг сказал, что я заслуживаю умереть и пойти в ад. Но он сказал дальше, продолжение стиха. А дар Божий – жизнь вечная во Иисусе Христе, Господе нашим. Вечную жизнь нельзя получить через церковь, через крещение, через хорошую жизнь. Ее можно получить только через Иисуса Христа. Мы получили от наших родителей бесплатный дар физической жизни. Кто-то прошел через боль, заплатил деньги, чтобы мы могли получить жизнь. Рождение занимает несколько минут, но возрастание берет долгое время. И рождение в семью Бога занимает несколько минут. Но возрастание в семью Бога занимает много время и усилия, как чтение Библии, посещение церкви, молитва. Они помогают стать хорошим христианином, но они не делают из вас христианина. Стать христианином можно только, если кто-то сделает за вас работу. Если Христос войдет в ваше сердце и сделает из вас нового человека. В феврале 69 года мой друг сказал, Кент, ты грешник. Соответственно, Библии ты заслужуешь умереть и пойти в ад. Он сказал, но Бог хочет дать тебе подарок, вечную жизнь. Ты заслужуешь вечную погибель, Бог хочет дать тебе вечную жизнь. Я сказал, как можно получить этот подарок? Он сказал, в римлянам 10.13 написано, ибо всякий, любой, кто призовет имя Господнее, спасется. Заметьте, здесь не говорится, может спастись, здесь говорится, спасется. Каждый, кто принимает Иисуса Христа, призывает имя Его. В первой главе Иоанна говорится, что если вы принимаете Его, то вы становитесь Его детем, сыном Бога. В третьей главе Иоанна говорится, что вы должны родиться свыше. Все взаимосвязано. Когда вы принимаете Иисуса как вашего спасителя, принимаете Его в свое сердце. Когда вы принимаете то, что Он сделал для вас, вы становитесь детем Бога. Вы получаете новое рождение. И это занимает всего несколько минут, чтобы сказать, Иисус, я грешник, прости меня. В феврале 69 года я сказал, Иисус, я грешник. Я знаю, что ты умер за меня на кресте. Прости меня. Я хочу, чтобы ты жил в моем сердце. Спаси меня и сделай из меня нового человека. Тогда я принял Христа как спасителя. И этот день был моим духовным днем рождения. Я стал детем Божьим. Если я делаю что-то неправильно, я не могу пойти в ад, потому что я получил дар вечной жизни. И эта жизнь длится вечно. Но как ребенок Бога я могу быть наказан. Теперь я в семье Бога и отношение ко мне изменилось. Теперь я не погибаю, но получаю наказание за грехи. И теперь за мои грехи заплачено. И когда я говорю, что я иду на небо, это не значит, что я хороший. Это значит, что я уже прощен. Если вы примете Иисуса Христа как своего спасителя прямо сейчас, он простит вас, спасет вас и возьмет вас на небо. В этой сессии мы говорили о сотворении, о эволюции, о динозаврах и других интересных вещах. Но это не будет иметь никакого значения, если вы пойдете в ад. Проверьте свое сердце. Если вы не приняли Христа как спасителя, склонитесь и пригласите его в сердце прямо сейчас. Помолитесь простой молитвой. Бог знает ваше сердце. Если вы хотите принять Христа, помолитесь вместе со мной. Дорогой Господь Иисус, я знаю, что я грешник. Я верю, что ты умер за меня на кресте. Прости меня. Я принимаю тебя как моего спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В Римлянам 10.13 говорится, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если вы только что приняли Христа, Бог обещал, что вы пойдете на небо. А обещания Бога вечны. Если вы сегодня приняли Христа, напишите мне, мое имя и адрес появятся на экране. Дайте мне знать, что вы покаялись, и мы возрадуемся вместе. Принятие Христа и духовное рождение – это только начало. возрастание требует усилий. Читать Библию, ходить в церковь, говорить другим о Христе. Я буду рад помочь. Большое спасибо. Я надеюсь, вам понравились видео серии.